Запорожские врачи спасают Дашу Яковлеву из Мелитополя. Четырёхлетняя девочка, которая едва не сгорела заживо, играя со спичками, до сих пор в тяжёлом состоянии. За жизнь ребёнка борются медики ожогового центра. Родители не теряют надежды. У палаты дочери дежурят супруги Яковлевы. Четвёртые сутки их Дарья борется за свою жизнь. Елена и Юрий впервые пересказали, что именно случилось с девочкой. Вечером, говорят обе дочки, шестилетняя Наталья и четырёхлетняя Дарья играли во дворе. Взрослые были в доме, когда в комнату вбежала младшая девочка. Платье на ней пылало. Секунда делала, ну, дитё певало перед нами. Где она, эти спички, боже мой. Нажила, платье на ней было длинное, но она подпаливала, и оно на него попало. Это всё, огонь. Я смотрю на неё, говорит, я быстро срываюсь всё с неё. Старшенька, она у нас шкодливая, взяла стул, залезла, эти спички взяла. Ну, Даша нашла, и вот что случилось. Когда мы ехали, она ещё кричит, мама, какая я буду некрасивая. Ручки будут некрасивые. Дарья была в сознании, в состоянии шока. Родители с ребёнком примчались в ближайшую больницу. Там оказали первую помощь и спустя сутки разрешили перевезти в область. У девочки ожог 70% тела. Маленькая пациентка перенесла несколько сложных операций, а впереди ещё десятки, говорят врачи. Очередную провели сегодня. Будем удалять некротизированные участки кожи и закрывать временным покрытием, ксенокожей. Состояние ребёнка остаётся тяжёлым, но оно стабильное. То есть все функции организма поддерживаются на должном уровне. Ребёнок вчера перенёс операцию довольно-таки неплохо. Девочке необходима пересадка кожи. Платить за это придётся родителям. В понедельник я буду делать пересадку это всё. Вот надо до завтрашнего дня 96 тысяч собрать эту сумму. Родители каются, не уследили за малышкой. Готовы к любому наказанию, только бы Даша пошла на поправку. Олег Притыкин, Дарья Зырянова. Специально для телеканала «Донбасс».